Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская и сегодня будет супер-крутое видео. Ребята, перед началом, пожалуйста, поставьте лайк и не забудьте подписаться на мой канал. Не смотрите мои видео без подписки. Здесь вот есть красная кнопка, нажмите, чтобы она стала серой. И не забудьте поставить лайк. В общем, я думаю, что вы это уже сделали. А сейчас я вам скажу, что мы заказали на сайте Darknet просто чумачечивую вещь, ребята. Мы заказали набор для изготовления гомункула. Он стоил очень-очень дорого, ребята. Поэтому я, пожалуйста, прошу вас поддержать это видео лайками, чтобы мне было приятно то, что я трачусь для того, чтобы вы посмотрели, как можно сделать реального монстра. Если, конечно, у нас получится. Ребята, я надеюсь, что у нас получится, потому что прямо сейчас мне прислали смс курьер с сайта Darknet. Написал мне, что посылка доставлена, и мы с вами отправляемся посмотреть, что же там внутри. Итак, ребята, я прям реально очень сильно волнуюсь, потому что я не знаю, что может находиться в этом наборе гомункула. Потому что, ну, ранее я пыталась просто сама сделать. Я вводила кровь в яйцо, в обычное, в куриное. И у меня что-то там получалось, но там что-то получалось неживое. Не знаю, что получится сегодня, что будет в этой посылочке, ребята. Но я надеюсь, что на этот раз все получится, потому что я так думаю, что там должна будет быть какая-то, ну, наверное, скорее всего, инструкция или что-то вроде этого. В общем, ребята, я нереально волнуюсь. И курьера с сайта Darknet, мы с ним договорились, он все посылочки свои доставляет к нам в лес. Я не знаю, почему до сих пор курьеры с сайта Darknet не могут доставить лично в руки посылку. Они, видимо, чего-то опасаются. Даже лайки вон скулит, она переживает. Они что, они как закладку делают? Они делают типа того, да, закладку. И мы договорились, что они будут оставлять это в этом месте. И вот я вижу уже посылка, посылка, посылка. Ребята, смотрите, что тут написано. Обалдеть. Это на английском, значит, создай своего гумункула. Гумункула. Здесь на английском создай своего гумункула. Смотрите, здесь, видимо... Ну ладно, сейчас пойдем, возьмем ее туда и поподробнее все посмотрим. И обязательно откроем. А, я еще раз повторюсь, не забудь поставь лайк и поддержи мое видео. Самое интересное, что она просто, ребят, гигантская. И я внешне не вижу никаких инструкций, которые бы... Но там внутри что-то такое тяжеленькое. Блин, что я так трясу? Там, скорее всего, наверное, и яйца для того, чтобы, ну, зародыш там мог развиваться. Потому что это все делают, конечно, в яйцах. Так, короче, встанем. Ага, только что у меня списали денежки. Как только получаешь посылку, денежки сразу списываются. Итак, ребята, барабанная дробь. Так не стучать. Блин, прикольненько. Смотрите. Я так понимаю, что вот типа такого чела, типа курица какая-то со скелетом. Смотри, на скелет похоже. Типа получится гомункул с титьками. Там титьки какие-то. Смотри. А здесь вот я так поняла инструкцию. Смотри, шприц вводится в яйцо. В яйце развивается гомункул. И потом типа что-то такое должно сделаться, ребята. Так. Короче, ладно. Давайте, где она тут открывается? Так. Так. Опачки. Так, ребята, смотрим. Блин, нафиг я. Главное, что я не разбила. Тут яйца стояли в коробке. Я и трясла этой коробкой. Короче. Какая еще что есть? Так, сейчас смотрим. Так, перчаточки, перчаточки. Два шприца. О, самое крутое. Это вот ДНК гомункулы. То есть, это кровь гомункулы, которую необходимо будет что-то сделать с ней. Сейчас мы узнаем. Так, пинцет для чего-то непонятно. Так, и пластырь. В общем, я примерно представляю. Но тут вот еще какая-то бумажка. Сейчас, погодите. Так. О, ребята, это инструкция. Инструкция по созданию гомункула. Так, сейчас я зачитаю. Значит, нужно распечатать и взять в руки шприц. Давайте будем читать и сразу приступать к делу. Собственно, я так думаю, что нужно надеть перчаточки, раз они там лежат. Мало ли что. Потому что, блин, кровь может быть какая-нибудь там ВИЧ-инфицированная или спидозная. Поэтому никогда не трогайте шприцы. Потому что вы рискуете заразиться очень какой-нибудь противной, неизлечимой болезнью. Поэтому даже если вы хотите что-то взять, лучше брать перчатки. И здесь, в этом наборе. Значит, это реально все серьезно. Если они не кладут перчаточки, еще бы масочку. То есть, это реально все должно сработать. Итак, значит, распечатываем шприц. Видите, тут два раза можно вырастить гумункула. Слушайте, ребята, у меня идея. Я так понимаю, что здесь ДНК гумункула. Но вы помните, в предыдущем видео, где вы собрали очень-очень много лайков в хэппи-милл сиреноголовый, мы нашли ДНК сиреноголового. Ну, вернее, я так думаю, что это была ДНК сиреноголового. Ну, а иначе чья она, если она в хэппи-милл сиреноголовый. Поэтому, возможно, второе яйцо можно сделать гумункула сиреноголового. Если вы хотите, то ставьте-ставьте лайки, скорее, ребята, пишите в комментариях. Да, Ира, сделай гумункула из сиреноголового, и я сделаю. А сейчас мы будем делать то, что нам прислали с сайта Даркнет, именно вот этого гумункула. Так, значит, давайте один шприц мы оставим. Видите, даже два пластыря. Так, я только не понимаю, для чего пластырь. Ладно. Так, открываем шприц. Так, шприц такой огромный, просто гигантище шприц. Так, так, значит, одеть иглу на шприц. Она, вообще-то, уже одета. Может быть, надо ее вот так открыть. Открываем иголочку. Аккуратно, аккуратно. Так, одели иглу на шприц. Это было второе в инструкции. Открыть пробирку с кровью. И кровь набрать в шприц. Так, кровь набрать в шприц. Как-то надо аккуратно. Эй, не улетайте. Ветер сильный. Так. Кровь. Так. Ой, мамочки, мамочки, мамочки. Что-то у меня ничего не получается. Сейчас, погодите. Она такая густая. Прям реально настоящая кровь. Ребята, что-то. Чума какая-то. Слушайте, я подумала, что будет проще. Что-то они не подрасчитали. Давайте, смотрите, как это сделаем. Мы сейчас нафиг ее сюда зальем просто. Потому что вот так вот вытаскивается. Сюда вставим. Чтобы не выливалось. И мы сюда вот так вот зальем. Вот, чуть-чуть хватит. Чуть-чуть оставим. Отлично. Так. Вот. Так, погоди. Сейчас я закрою кровь. Блин, да, без перчаток я бы уже вся была в крови этого гумонкула. Так, надо закрыть. Интересно, а там вообще срок хранения какой-то есть? Потому что, мне кажется, кровь без холодильника или ДНК. Ну, в общем, ладно, попробуем. Не знаем, что получится, не получится. Дальше что? Погоди, мне надо сейчас взять в руки яйцо. Блин, погоди, я потеряла больше. Че? Я потеряла. А вот она. Вот, получается. Реально этот. Вот эту вот штуку. Так вот закрываю. Угу. Так, закрыть. Кровь набрать шприц. Взять в руки яйцо. Так, берем яйцо в руки. Так, ну, яйцо обычно напоминает куриное. Ну, скорее всего, это и куриное яйцо. Только, может быть, это... Выпустить воздух со шприца. Блин, с яйцом в руках это как-то неудобно делать. Ладно. Так, сейчас выпустим воздух. У меня его тут получается дофига. Блин. Наверное, вот так надо делать. Годи. Черт. Чуть вся в этом... Нафиг. В этой ДНК. Вот, вот, вот. Все, 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 все. Все, я выпустил воздух. Все, дальше уже идет это. Дальше уже идет ДНК гомункула. Так, берем яйцо. И сделать отверстие в яйце. Так, отверстие в яйце. Слушай, надо, наверное, какой-то ножичек, чтобы маленько вот так вот ковырнуть. Как же отверстие-то? Попробуй, как у нас проковырялось. Ага, вот. Проковырялось, по-моему, маленько. Ага. Сейчас я попробую туда ваткануть иглу. Так, отверстие в яйце и залить содержимое шприца в отверстие. Ага. Так, сейчас я посмотрю, иголка входит, нет? Блин, все улетает, не улетает. Так. Ага, отлично. Видите, иголка входит. Вот, вот оно отверстие. И теперь нам надо туда залить. Но нам надо, чтобы туда залить. Я так думаю, вообще, из опыта, надо немного оттуда вылить. Вылить. Ну, может быть, и не надо. Короче, давай начнем, а там посмотрим. Надо, не надо. Так, в общем, дырочку я сделала. Так. Блин, в перчатках, в этих вообще неудобно. Но зато безопасно, ребята. Не пренебрегайте своей безопасностью. Так, вводим. И начинаем. Ага, я потихонечку вливаю. Оттуда вытекает само яйцо. А ДНК втекает. Господи. Смотрите. Ну, ничего, это правильно. Пусть это вот чуть-чуть яйца вытечет. А чуть-чуть ДНК... Есть! Блин, я надеюсь, туда попало все. Или еще что-ли попробовать раз. Погодите. Что за фигня? Попало, я не знаю, не попало. Но, наверное, попало. Там больше было. Только чуть-чуть пролилось, да? Так, надо тебе дальше, чтобы инструкция. Так. Так, кровь-то туда добавить. Я думаю, достаточно этого будет ДНК. Да погоди ты, блин. Так. Залепить отверстие пластырем. И хранить яйцо в надежном месте. Так, залепить отверстие. Так, пластырь у меня вот здесь вот. Так, отлично. Ах, чума, просто чума. Так, нажимаю вот эту дырочку. Залепить вот этим пластырем. Так, отлично. Так, сейчас мы вот так. Типа залатаем дырочку. Должна какая-то пойти реакция, что ли, или что-то типа такого. Так, короче, на одном месте. Вот, ребят, смотрите. Все, мы залепили, значит, пластырем то место, которое мы это... И теперь надо это яйцо поставить в теплое место. Мы поставим его под... Ну, накроем там под одеялами и подушками. И оставим, типа, как... Может, как курица высиживает как-то так. Или под лампу. Как считаешь, как лучше. Ну, вообще ставит кто под лампу, который греет. Так быстрее получается. В общем, ребята, мы сейчас его отнесем. Поставим сейчас по домам или под лампу, или под одеяло. Может быть, и то, и то. И увидимся с вами ровно через три дня. Будем открывать это яичко. Итак, ребятки мои хорошие. Я ждала целых три дня. И я уже больше не могу, блин, ждать. У меня лопается терпение. Хотя там пишут, что гомункула может зародиться от трех до сорока дней. То есть, неважно, в какое время вы откроете, уже там должен быть какой-то зародыш гомункула. Или там уже выросший эмбрион. Или я не знаю, что это. Но для вас это видео смонтировано. Вы не ждете. Поэтому вы увидите прямо сейчас то, что получилось. Несмотря на то, что я ждала три дня. Что же здесь получилось? Какое гомункуло. И как он выглядит. В общем, ребята, разбиваем это яичко. Сейчас я его отлеплю. Вот эту штучку. Пластырь отлеплю. Ага. О, ребята, там что-то офигенное. Плюбас и тяжелое. Он реально потяжелел. Но мне это точно не кажется. Так, разбиваю. Короче, ребята, давайте. Ставьте лайки, чтобы у нас получился суперкрутой гомункул. Раз, два, три. Отлично. Выливаю. Черт. Что это такое? Что это за фигня? Где пинцет? Что это за фигня? Где гомункул-то? Я не вижу его. Подожди, а вот это что такое за усики? Погоди, погоди, погоди. Вот это что ли? Подожди, это за родыш или что? Офигеть. Погоди. Нет, я думала он вот это вот. Это вот что такое нафиг? Это знаешь, как это? Как плацента при зарождении. Очуметь. Ну, что-то он, походу, не двигается. Вот это гомункул? Не знаю. Он что-то не двигается. Слушай, я боюсь, реально. Ребята, у нас получился какой-то непонятный гомункул. Смотри, ножки у него что ли. Жесть. Что это за что двигается? Не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Что за фигня? Тут вот эта вот черная шняга какая-то. Подожди, а вот это, вот это? А вот здесь? Я не могу зацепить его. Черт. Я не могу. Я боюсь. Может он движется? Да! Черт. What the fuck? Блин. А-а-а! Он двигался, видел? Ты видел? Он двигался. Очуметь. Он изгибается. Он нафиг, блин, изгибается. Больше его оттуда достать на стоп. Я не могу. Я боюсь. Подожди, подожди. Аккуратно. Он выскальзывает. Блин. Да блин, вообще отврат полный. А-а-а, жесть. Не видно ничего. Подожди, мне кажется, он умный. Так, все, я зацепила. Зацепила. А-а-а, жесть, посмотри. Какие-то у него щупальцы. Черт. А-а-а! Блин. Выскользнул нафиг. Я не пойму, он живой или нет. Он постоянно как будто то ли двигается, то ли что. Офигеть, ребята. Ну, короче, я не знаю, живой он или не живой. Но вот то, что получилось из этого яйца. Какие-то как титьки, что ли. Да? Какие-то как... Блин, я боюсь. И у него прям... Ну, они открыли, а сейчас он умер. Погоди. То есть он хватанул, ты думаешь, кислорода? Сейчас я его вот сюда положу, чтобы поподробнее можно было разглядеть, двигается он или нет. Что с ним? Блин. Блин. Черт. Что за фигня? Короче, раз, два, три, четыре, пять, шесть каких-то то ли титик, то ли ножик. В общем, это реальный какой-то урод гумункула. И из него какая-то вытекает постоянно слизь. Давай, короче, бросим его обратно сюда. Не знаю, умер он после того, как схватанул кислорода. Может быть, надо было чуть подольше подождать. Я не знаю. Но вот вопрос, если реально использовать ДНК сиреноголового, если там реально было ДНК сиреноголового, получится ли гумункула сиреноголовый? Как ты считаешь, стоит ли нам провести этот эксперимент? Ставь лайк, подписывайся на канал. До новых встреч в новых мистических видео. Пока.